Доброе утро! Евгений, ну ваш коллектив действительно нельзя назвать ленивцами, потому что вы постоянно гастролируете, вы постоянно куда-то ездите, вы постоянно выпускаете новые альбомы, репетируете. Вот бывают у вас все-таки ленивые дни? Ну я бы сказал, что именно сейчас у нас некое такое ленивое время, мы сделали небольшую паузу, потому что нам в скорости предстоят большие гастроли по Свердловской области, по нашей любимой. Да, вместе с Театром музыкальной комедии, буквально два месяца, практически весь июль и весь август, еще и начало сентября, мы будем по всем уголкам нашей необъятной Свердловской области колесить и в составе спектаклей Театром музыкальной комедии, и с сольными какими-то программами. Мы бродячие артисты, вот это, да? Да, и вот. То есть здесь уходите на каникулы, я думала, отдыхают, а нет, работают по всей области. Нет, да, вот вся наша область будет в нашем распоряжении лично. Хорошо, Жень, давайте к вашему европейским гастролям вернемся. Вы были во Франции, в Швейцарии, выступали в штаб-квартире ООН. На секундочку. Наверное, самое для нас было незабываемое впечатление. Лига наций именно в этом здании была в свое время организована, а потом была организована Организация Объединенных Наций именно в Женеве. И там состоялся наш концерт в рамках Дня русского языка. Это такое официальное мероприятие. Масса народу самого различного. И вместе с нами мы делили сцену с артистами БДТ имени Товстоногова. То есть их была часть и наша часть. И все прошло просто супер. Да, так вот, Евгений, расскажите, а кто приходит на концерты наших русских музыкантов туда? Ну вот, на самом деле, была абсолютно различная публика. Это и, конечно, швейцарцы, в основном французского, французскоязычные. И, конечно же, было много наших соотечественников, как представителей династий, скажем так, эмигрирующих еще до революции, может, после революции. Ну, русские люди есть, конечно. Да, да. Такие какие-то наши недавние соотечественники. На самом деле, наши концерты приезжали наши друзья из разных уголков Европы. Это были и русские, и украинцы, и немцы, и итальянцы. В общем, так очень много. Вы в штаб-квартире ООН выступали уже два раза. В чем секрет популярности? Почему? Почему вас зовут? Именно вас выбрали, действительно. Ну, не знаю, но вот, видимо, наш стиль, все-таки мы играем на русских народах инструментов, но какой-то вот этот современный подход сейчас тоже актуален. И вообще интерес к России достаточно велик. И вот мы многие считаем, что нас там все на Западе крайне негативно относятся, не любят. На самом деле, это далеко не так. Есть очень много людей, которые искренне поддерживают нашу страну, искренне переживают. Ну, допустим, вот, я не знаю, вот один из наших друзей – это полковник французской армии, кавалер ордена почетного легиона, который без ума от России, без ума от нашей политики, на самом деле, что очень удивительно. Удивительно. И очень часто вступают в диалоги с какими-то людьми, которые, допустим, негативно относятся и буквально за нас как-то вот защищают. Удивительно. И на самом деле очень много таких. Это здорово. Это здорово, что уважают нашу балалайку. Казалось бы, не только балалайку, а Россию. Что здесь балалайка? Да, балалайка – это некий символ, ну, как водка, как медведи, но все-таки мы и на балалайках стараемся играть достаточно современно. Все же, вот в Женеве вы представили свою новую программу, которая называется «Князь Игорь. Новое слово о слове». Друзья, давайте мы сейчас посмотрим небольшой отрывок этого выступления. Субтитры создавал DimaTorzok Значит, слово о полку Игореве в исполнении «Изумруда». Как вы это все собрали и как родилась идея? На самом деле идея у нас достаточно давно уже родилась, практически, наверное, уже около 10 лет назад. Мы начали как-то вот задумываться. Все-таки это наша первая, ну, одна из первых русских книг. Как мы ее называем, памятник русской литературы. Во многом из этого начиналась вся русская культура. Ну, вот мы решили каким-то образом, ну, что ли, переосмыслить в нашем взумрудовском понимании. На самом деле, вот сейчас мы слышали отрывок музыкальный, но там же еще у нас слова. Полностью адаптированный текст, который читает наш контрабасист, одновременно играя на своем уникальном, единственном таком инструменте. Текст, еще раз говорю, адаптирован, абсолютно понятен любому человеку. Полностью вся история от первого, от начала похода Игоря против Половцев до его возвращения из плена. То есть вся эта долгая история, да? Вся долгая история в 40 минут вложена в такую небольшую... Здорово. А вы как композитор, Жень, сколько работали над этим произведением? Я продолжаю еще работать. Ага, это еще не конечный вариант. Еще, возможно, вот мы в этом сезоне уже будет некая балетная сюита. Ну, типа Кармен-сюита, вот если взять как опера Кармен-бизе и Кармен-сюита, так и у нас будет, возможно. То есть мы сейчас с одним балетнейшим... Вот, но не ленивые, вот точно не ленивые. Про ваше творчество можно долго разговаривать. Давайте вот напоследок расскажите нам, пожалуйста, где вас можно будет в ближайшее время увидеть, вот кроме гастролей по Свердловской области. Вот это и все будет. Это вот самое? Все Красноу, Каменск-Уральский, Серов, Тагил, Пышма, пожалуйста. Дорогие жители Свердловской области, как вам повезло, к вам едут изумруды, замечательные музыкальные. Вместе с театром музыкальной комедии. Вместе с театром музыкальной комедии. У нас в гостях был участник коллектива изумруд Евгений Ханчин, поделился с нами музыкальными новостями. В общем, ждите их к себе в гости. Да, друзья, прямо сейчас мы вам расскажем, как можно укреплять мышцы спины, поэтому зарядка в Утро ТВ.